На сегодняшний день мы до сих пор находимся в пещерном каменном веке, когда мы выбираем президента, он становится фактически, в скобки беру, царем, потому что дальше он предлагает списком членов исполкома, и у конференции нет иного выбора, кроме как проголосовать за этот список. Реформа Федерации тяжелой атлетики России, она назрела, она крайне необходима. Прошла ли конференция с нарушениями? В моем представлении, да. Я так понимаю, там Саша Петров, Александр Александрович Петров, да, провел очень большую работу в части обучения, в части создания правил, да, по работе с допингом, по работе с запрещенными препаратами, по их искоренению, по так называемому принципу fair play, да, справедливость и честность. И на сегодняшний день в тяжелой атлетическом сообществе России есть это понимание, есть представление, что можно добиваться результатов честно, да, честно тренируясь, правильно питаясь, в правильные часы спать, использовать методику, да, методики есть, они общеизвестны, доступны, в общем, есть возможность, есть представление и понимание, как добиваться высоких результатов, международных высоких результатов, без препаратов, без допинга. Это был один из основных посылов, он эту работу провел, я считаю, что эту работу надо продолжать на международном уровне, тянуть ее туда дальше. Ну, у нас же как, мы, вот сколько, сколько я не общался, сколько я не разговаривал, есть очень, есть очень простое представление, у всех у нас, живущих здесь, в России, что если нам дать, да, и даже не то, что дать, если мы добьемся условий чистой игры, справедливых правил, одинаковых для всех, то мы все равно будем фаворитами, мы, ну, говорить о первом месте, это слишком громко, но даже, даже в этих обстоятельствах, да, мы будем, мы будем точно в призах, всегда, где-то там будем занимать первые места, где-то вторые, где-то третьи, мы реально будем фаворитами, это наш вид спорта, мы умеем поднимать, мы знаем, как с этим бороться, мы знаем, как бороться с самим собой, ну, и так далее, с этим проблем не будет, вопрос, как, как этого добиться, возвращаясь к той мысли, о том, что Россия должна возглавить трестовый поход против допинга во всем мире, на мой взгляд, он является базовым, фундаментальным, он является сложным, это сложно сделать, но это как раз ключевые факторы для дальнейшей работы, вот, собственно говоря, если говорить в этой части, то, кроме этого, в программе был включен, и это показал, показала конференция, отчет на выбор, был включен такой пункт, он являлся одним из основных, в том числе, это реформа, реформа федерации тяжелой атлетики России, да, главным управляющим органом является конференция, на конференции можно решать все вопросы, можно менять повестку, можно вносить изменения в регламент, конференции принимается устав, и так далее, и так далее, и так далее, конференции руководящего органа. На сегодняшний день мы до сих пор находимся в пещерном каменном веке, когда мы выбираем президента, да, он становится фактически, в скобки беру, царем, да, потому что дальше он предлагает списком членов исполкома, и у конференции нет иного выбора, кроме как проголосовать за этот список. В более прогрессивном обществе, ну, давайте так, я это видел, я являлся организатором отчетно-выборного конгресса Международной федерации тяжелой атлетики в 2013 году в городе Москве, гостиница «Украина». Я видел, как эта процедура проходит, то есть изначально выбирается президент, дальше из списка делегатов, направленных от национальных федераций, избирался списочный состав, сначала первый вице-президент, генеральный секретарь, вице-президент и член исполкома, технический комитет, медицинский комитет, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, следуя этой логике, там президент, ну, он не является, фактически президент был отбалансирован списком исполкома. То есть, если вы, в случае избрания президента, там, не знаю, одной фигуры, его можно отбалансировать составом исполкома. Это делалось через выборы. То есть, по каждой кандидатуре, присланной национальной федерации, идет такое же голосование внутри конгресса. В нашем случае, внутри конференции, да, потому что у нас уставы, они, ну, коррелируются, они один к другому похожи, схожи, делаются один к другому. Ну, потому что это общественная, общественная организация международная, она включает в себя такие же общественные организации национальных федераций, национальные, национальные общественные организации. Соответственно, на сегодняшний день... ... ...конференция Федерации тяжелой атлетики России фактически не руководит, она не является главным руководящим органом. Она созывается для того, чтобы был избран президент, дальше он набирает свою команду, и эта команда снова 4 года оторвана от конференции, работает так, посчитает нужным. Более того, в моем представлении президент является, ну, фактически главным руководящим органом. Мы пришли к модели ровно противоположной. Это то, о чем я излагал очень коротко в своей программе, это то, о чем я говорил в интервью, по-моему, РИА Новости, это то, о чем я говорил с трибуны. Для чего нужна была трибуна, да, для чего нужен был этот выход, для того, чтобы сказать, что это неправильно. И мой основной посыл был на самом деле к делегатам, да, когда они собрались, вот в единый момент, я хотел, чтобы они услышали это, чтобы они подумали об этом, и как взрослые люди принимали решения самостоятельно, каждый сам за себя. Вот в чем заключается суть моего выступления, в частности. Реформа Федерации тяжелой атлетики России, она назрела, она крайне необходима. И, собственно говоря, мой посыл был в следующем. Маловероятный, да, ну, как заканчивая, если бы я был, стал президентом, меня бы избрали, ну, допустим, судьба так сложилась, то мой основной акцент был бы на том, чтобы реформировать Федерацию тяжелой атлетики России, выстроить работу, да, юридически правильно выстроить. И вплоть до того, что через год инициировать отчетно-выборную конференцию, где можно было бы избрать президента, который был бы ближе основной, скажем так, части делегатов национальных и национальных региональных федераций. Собственно говоря, это, на мой взгляд, это ключевой фактор. Можно я вступлю в диалог? Я вот являюсь генеральным секторем Федерации ветеранов тяжелой атлетики России, и когда у нас проходит вот такого рода собрание, у нас, допустим, назрел какой-то вопрос со стороны членов Федерации, и они берут слово и что-то предлагают. И мы не можем взять и выслушать, и забыть об этом. То есть, если есть какое-то предложение, которое требует либо голосования, либо какого-то решения, рассмотрения, мы выносим это на рассмотрение всего собрания, если это необходимо за голосование по этому решению. А скажите, вот когда проходила эта конференция, там была ли такая возможность? Потому что то, что рассказывает Вячеслав Иванович, то, что я слышал от Сергея Александровича, они вроде бы с юристами приходили, то есть должны быть, по идее, юридически подкованы, но получалось, что все равно конференция проходила по какому-то вот такому сценарию, где нельзя было, вот на мой взгляд, выдвинуть какие-то предложения, рассмотрения, или вот, допустим, условия поставить, что давайте голосовать так, как это делается в международной практике. Будем не как вот мы в деревне решили, а как вот именно во всем прогрессивном сообществе делается. То есть начнем с какого-то момента, давайте проголосуем, по списку мы будем голосовать, или за каждого предлагаемого кандидата. Как это было? Смотрите, я начну даже несколько, еще чуть-чуть назад забегу. В момент, когда меня выдвинули кандидатом на пост президента Федерации тяжелой атлетики России, тяжелой атлетической сообщества Костромской областной федерации, я фактически этим же днем направил, следом за документами, документ направил Костромская, я направил запрос в Федерацию тяжелой атлетики России по указанному адресу, чтобы они мне, как кандидату, в рамках своего устава прислали список делегатов и прислали список кандидатов на выборные должности для того, чтобы сформировать состав членов исполкома. Полностью было проигнорировано мое обращение. Второй момент. Придя на конференцию, я увидел очень слабую организационную работу. То, о чем вы говорите, в частности, выносить на голосование прямо во время работы конференции, вопросы до определенного уровня было легко и просто и понятно. Можно было сделать. Но, например, слушайте, мы минут 40 бились, я услышал высокопарные слова о том, что есть тяжелоатлетическое сообщество, есть тяжелоатлетическая семья, тяжелоатлетическое братство. При этом Юрий Захаревич, ни много ни мало олимпийский чемпион, находясь вниз, со всеми справками, масками, соблюдая все требования к проведению конференции, к нахождению в месте проведения конференции, не был допущен в общий зал. Видимо, мне больше всех надо было, но как-то я посчитал, что олимпийский там был и Сергей Серцов, дважды серебряный призер. Да, там моего помощника не пустили. Ну, я говорю, ну, хорошо, окей, может быть, у вас есть какое-то ранжирование, но вы с Захаревича-то как-то, вот, человек пришел в олимпийский чемпион. В национальном олимпийском комитете, в олимпийском комитете России проходит отчетно-выборная конференция Федерации тяжелоатлетики России, общественной организации, незакрытой организации, невоенной организации, открытой, где он был, в которой он был когда-то президентом, он был олимпи... он не был, он олимпийский чемпион по данному иглу спорта, вы ему блокируете вход. Более того, когда этот вопрос поставили на голосование, все проголосовали, большинством проголосовали за его появление. Ну, собственно говоря, генеральный секретарь в этой ситуации, на которого слава служба безопасности Олимпийского комитета, либо помощник генерального секретаря, в моем представлении должен был просто спуститься, забрать Захаревича и подняться вместе с ним наверх. Пригласить его, не забрать, пригласить его подняться в конференцию. С момента, как проголосовали делегаты конференции, наверное, минут 40 прошло до того, как он появился в зале. Ну, то есть, его и не пускали. Это невозможно было сделать. Организация была очень нулевая. Можно ли было поставить какой-то вопрос на голосование? Можно. Можно. Некоторые вопросы ставились на голосование. Прошла ли конференция с нарушениями? В моем представлении, да. В моем представлении там было очень много, очень много нарушений. Но поэтому, давайте так, по этим, это мое мнение. По этим вопросам нужно разбираться. Если это кому-то нужно. То есть, есть кандидаты в президенты в ТАР. есть делегаты, которые не согласны с этим решением. Но будут ли они разбираться в этом? Будут ли они нанимать юристов и как-то пытаться эту ситуацию отбалансировать в обратную сторону? Я не знаю. Это такой вопрос для меня остается открытым. Насколько это кому надо. Я вообще делаю для себя выводы из всего того, что я увидел, что мир тяжелой атлетики все устраивает. Давайте мы с вами просто для себя поймем, да, мир тяжелой атлетики в том представлении, в котором он есть и он допущен до жизни и участия в тяжелой атлетике. региональные делегаты, региональные федерации, участники, члены сборной команды России, их, видимо, все устраивает. Я сделал для себя такой вывод. Им не нужно менять уставы, им не нужно приводить в соответствие с международными стандартами, им не нужна демократия внутри. Это все не нужно. Они не готовы, на мой взгляд, возглавлять крестовый поход против допинга. Ну, я делаю для себя такие выводы. Всех все устраивает. Конечно, можно сейчас, но это сейчас будет больше в части домыслов, свалиться в яму, что открытое и закрытое голосование. Был поднят вопрос об открытом или закрытом голосовании. Голоса разделились примерно поровну. Плюс два голоса в части закрытого голосования. И закрытое голосование, на мой взгляд, дало возможность ныне действующему президенту победить с разрывом, я сейчас сложно помню, 47 на 16 и 2 голоса у Еремина. Ну, вот, собственно говоря, результат. Если бы было голосование открытое, точнее, если бы было голосование закрытое, я думаю, что результаты были бы иные. Я не берусь судить о том, что кто бы стал президентом или не стал. Да, но если тяжелократическое сообщество желает видеть Максима Активриныча президента, ну, пусть он будет. В конце концов, это их решение. Да, я точно здесь не готов утверждать и сомневаюсь, что было влияние каких-то там, ну, госаппарата, там, еще чего-то. Нет, общество само сделает. В конце концов, мы сами делаем выбор. Вот было 72 делегата, вот они и решали судьбу. Вот они и решили всю судьбу. Это всем нравится, это всех устраивает. Да, вот это обиднее всего. Я приведу пример. В Московской Федерации пару лет назад была такая небольшая конфронтация, ну, я бы это так назвал, старого и молодого поколения. Какие-то у них произошли разногласия в работе в Федерации и для того, чтобы собрали общее собрание и для того, чтобы само собрание прошло не в каком-то балагане, там, перетяем, каким-то давлением авторитетов. На мой взгляд, Максим Угдинович Абдул-Меджитов поступил очень правильно. Он пригласил юриста. То есть на собрании вместе с общим президиумом за столом сидел юрист. И этот юрист был не просто нанятый, адвокат, а скорее всего юрист, который специалист именно по собраниям или что-то в этом роде. Потому что когда проходило собрание, когда рассматривались какие-то вопросы, вносились предложения и что-то решалось, юрист, я снимал это все на камеру, это все есть в интернете, и юрист и юрист вносил коррективы. Он не принимал точку зрения, а он говорил именно со стороны закона. Вот это делать правильно, вот так нельзя, это не по закону. И вот на мой взгляд, для того, чтобы вот это вот в будущем, наверное, следующие выборы президента федерации не проходили в таком же виде, как они проходили, под чью-то одну только дудку и под один чей-то сценарий, вот нужно присутствие специалистов. Если мы общественная организация, то мы должны делать все для того, чтобы все было в рамках закона, чтобы все как там не предложения, а как мнения всех учитывались и все желания были осуществлены то есть если человек хочет допустим получить список как вот вы говорите список выдвигаемых в исполком были получить если вы не получили в сроке то извините виноваты федерации значит я не знаю там ну образно говоря значит конференция отодвигается в сторону согласно допустим как дается например там они же сказали до 7-го числа все должны прислать списки кандидатов если они например не дали вам ответ со списком предлагаемого исполком членов исполкома раз дали допустим за неделю все значит плюс две недели конференция отодвигается чтобы это все было вот именно в отведенных рамках условиях ну как это положено на конференции был специалист профильный был юрист как раз его попросили вместо Захаревича покинуть зал а это со стороны Юремина со стороны это я так понимаю что это было со стороны Юремина человек он состоит его направила одна из общественных спортивных организаций профессиональный он юрист он фиксировал нарушения он брал на себя инициативу он об этих нарушениях говорил открыто когда пришло время это было просто все в начале он в самом начале заявил о некоторых нарушениях когда пришло время пригласить Захаревича я так понимаю сделаю хотя мест было достаточно более того было достаточно в количественной части мест на что ссылались на что сослался Агапитов и генеральный секретарь федерации они вместо этого специалиста по юридическим вопросам в зал пригласили Захаревича тем самым это юрист вынужден был покинуть ну уже проголосовали он вынужден был покинуть зал ну чего боитесь то что это ну что вам мешает для меня это вообще давайте так для меня это все какая-то какая-то дикость все что я видел это что я видел это что я видел это что я видел Продолжение следует...